Кировский район Самары, улица Ташкентская. В ряд выстроились прилавки с овощами и фруктами, но вот документов, подтверждающих их качество, у продавцов нет. Да и торговля здесь вне закона. Продавцы тут же разбегаются, но товар же не бросишь. Возвращаются и ждут, пока на них составит протокол. На вопрос, стоит ли такая торговля свеч, отвечают неоднозначно. Ничего не берут. Что привозим, то и увозим. Часнорода нет. А нам что делать? Мы вышли, 500 рублей получили. На что-то жить надо. Заработали 500 рублей, потерять могут от полутора до четырех с половиной тысяч. Но хозяев товара это мало волнует. В первую очередь штрафуют продавцов. Протоколы направляются в административную комиссию. Люди приглашаются туда и приходят, рассматриваются эти протоколы, выносятся штрафы. Будем продолжать это составлять до того момента, пока они не поймут, что это нельзя делать, запрещено. Квадратные метры незаконно занимает и этот киоск. Несмотря на постоянные предупреждения, торговля здесь все же ведется. Но это ненадолго. В Кировском районе он в двухсотенном списке на демонтаж. Кроме того, продавца также ждет штраф. Полицейские специалисты районного отдела потреб рынка проверили и нестационарный киоск на улице Георгия Димитрова. На него неоднократно жаловались жильцы близлежащих домов. По их словам, помимо газировки и жвачки, здесь незаконно торгуют алкоголем. Позже это подтвердилось. Киоск буквально напичкан бутылками с пенным напитком. Пиво я не продавала. Вот оно по остатку можете проесть, почется, как оно есть, так оно есть. То есть просто хранится? Да. В данном институциональном киоске запрещено торговать алкогольной продукцией. Изъято алкогольная продукция, а именно пиво, в порядке 10 ящиков. Был составлен протокол изъятия данной алкогольной продукции. Также был составлен протокол осмотра помещения данного. И в последующем будет составлен протокол административного правонарушения. И этому продавцу также грозит штраф. Порядка 5000 рублей. Всего за несколько часов рейда полицейские сотрудники района администрации составили около 10 административных протоколов. С начала года составлено порядка 100. Сергей Кизоркин, Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События.